МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выехал он, Лазарь с детьми, с имением в нашу империю. Здесь же завел он знатную мануфактуру и всегда оказывал с детьми своими нам многие услуги, за что мы, его, Лазаря Лазарева, его детей и их потомков пожаловали в российские дворяне. Из указа Екатерины II, 1774 год, 20 мая. Наши сегодняшние путешествия в прошлое посвящено очередному армянскому следу в России. Этот след растянулся вглубь веков на целых 200 лет. И самый яркий отпечаток он оставил, пожалуй, в блистательную эпоху правления Екатерины Великой, когда в плеяде ближайших сподвижников Великой императрицы достойное место заняли знаменитые Лазаревы. Село Фрянова, где мы находимся и где до наших дней сохранился один из особняков, принадлежащих семье Лазаревых, находится в 60 километрах к северо-востоку от Москвы. В обширном лазаревском наследии фряновская эпоха всего лишь одна веха. Но эта веха чрезвычайно важна в судьбе и деятельности этого семейства. С фряновского этапа Лазаревых мы начнем плести нить нашего повествования. В 2004 году этому деревянному строению, господскому дому Лазаревых, который в советские времена служил школой и общежитием для учителей, был присвоен статус музея. Усадьба возведена в 1801 году и построена в стиле московского классицизма. Эта усадьба является уникальным памятником архитектуры, поскольку таких усадьб в Российской империи практически не сохранилось. Усадьба полностью деревянная, возведена на каменном фундаменте. Вот уже стоит 211 лет эта усадьба, потому что для строительства в окрестных лесах брались только самые лучшие деревья. Вот до сих пор она стоит. И является одной из самых древних гражданских построек на сегодняшний день. Род Лазаревых в истории упоминается с XIV века. Согласно исследователям, биографию семьи можно разделить на три части – армянскую, персидскую и русскую. В начале XVIII века купцам богатейшего персидского города Новой Джульфы приходилось тяжело. Из-за усложнивших соотношений между Ираном и Турцией, они испытывали трудности с транзитом товаров из Индии в Европу и начали искать новые и безопасные пути для движения своих капиталов. Один из этих путей вел в Россию, а среди этих купцов одними из самых влиятельных были Лазаревы. В связи с восточными купцами, вообще с восточной экономикой, армяне проложили одни из первых путей, может, даже первые. То есть они знали Персию, они знали Закавказье, они знали, в общем, и Турцию, хотя это было им, как христианам, было очень нелегко иметь дело и с персами, и с турками. Тем не менее, они этот бизнес знали, и они при Петре очень серьезно уже стали переселяться в Россию. Им давали здесь возможности для того, чтобы через них тянулись товары оттуда. В эту историческую эпоху было положено начало крупнейшим реформам. Одной из задач Петра Великого было сделать Россию привлекательным центром для мировой торговли. Именно в это время взгляд Петра обращается к армянам, которые обладали не только навыками ведения торговли, но и важными инструментами и каналами в ее осуществлении из восточных стран в Европу через Иран и Турцию. Царь дает широкие привилегии армянским купцам с надеждой на то, что поток товаров и денег вместо Ирана направится в Россию. Гений императора его не подвел. И в скором времени Россия становится крупнейшим центром транзитной торговли между Востоком и Западом. Нужны были свои источники. Не на лондонском рынке покупать это из третьих рук, а брать это все, поэтому этот путь, он для Петра был очень важен. И армянская составляющая этого российского бизнеса, она обладала своими уникальными качествами, знанием Востока, путей торговых, особенностей, знанием, они, конечно, были прекрасные товароведы, то есть они знали качество этих товаров. И кроме того, армянская диаспора ведь была и в Европе, поэтому эту ниточку можно было протянуть от Персии, чуть ли не от Индии, до Голландии и до Англии. Лазарь Назаревич Лазарев был первым из рода, кто приехал в Россию. До этого он был градоначальником Новой Джульфы и имел тесные связи с двором персидского шаха. Расширяя свои связи в России и владея русским, армянским, персидским и турецким языками, Лазарь был назначен придворным переводчиком. У Лазаря было четыре сына, которым было суждено сыграть большую роль не только в истории Российской империи, но и в судьбе армянского народа. Лазаревы – чистокровные армяне, и они были владельцами нашего села, владельцами этого подмосковного имения. Купили они его в 1758 году у своего земляка Захара Шеремана, который происходил из старинного армянского рода, он выходит из Персии. В России он поселился при Петре I и был крупным специалистом по ведению шелкового дела. Шереманы – еще один потерянный армянский след в российской истории. Шереманы возглавляли армянскую католическую общину в Иране, и, будучи обладателями громадного состояния, играли большую роль в дипломатических кругах Персидской империи. Кстати, семейство Шереманов было связано родственными узами с Лазаревыми. Ходжа Захар Шереман был видным дипломатом и возглавлял персидское посольство во дворе Алексея Михайловича. В 1660 году в честь подписания чрезвычайно выгодного соглашения между Россией и армянским торговым товариществом Персии Захар Шереман преподносит в дар царю Алексею Михайловичу знаменитый алмазный трон, украшенный более чем 800 драгоценными камнями, который сегодня хранится в алмазном фонде Кремля. А сын Захара, Игнат Шереман, был одним из первых в России, кто основал производство шелка в подмосковном селе Фрианово. Там была фабрика шелкопорезельная, которая была у их родственника шереманяна, по-русски шеремана. Тоже был барон Священной Рижской империи и так далее. Когда они появились в Москве, перекупили у него эту фабрику, расширили, и через несколько лет фабрика стала экспортировать шелковые изделия, аж даже для королевы английской. И когда Екатерина II дала им дворянство, там написано, что такую фабрику сделаю и много другой пользы нам принесли. Ткани, которые вырабатывали здесь, на нашей фриановской лазаревской фабрике, ничем не уступали по своей красоте и качеству французским образцам, а порою их превосходили. Вот такого качества, такой красоты выпускали ткани здесь, на фабрике, большая часть из которых уходила напрямую для украшения дворцовых помещений. Вот можете обратить внимание. Это шелковый гобелен, называется он «Павлины и куропатки». Был заказан Екатериной II здесь, на фабрике, для своего дворца, Екатеринского дворца в Царском селе под Санкт-Петербургом. До сих пор этим шелком целая комната, предхорная комната Екатеринского дворца, обита этим шелковым гобеленом. Сегодня во многих музеях мира хранятся лучшие образцы тканей прошлого. Продукцию фриановской фабрики среди этих образцов всегда можно с легкостью распознать, так как лазаревы в знак высочайшего качества своей продукции всегда ставили на ткани не только свои инициалы, но и имя мастера, который вырабатывал эту ткань. Следует заметить, что в европейских текстильных домах это практиковалось крайне редко. Например, имя мастера ставилось на ткани только в тех случаях, когда ее изготавливали по персональному заказу какой-либо титулованной или знатной особы. Лазаревы Имея во Фрианово такое крупное производство, лазаревы не могли не построить для своих нужд дом. Особняк строится в стиле русского классицизма, но некоторые решения были привнесены из европейской архитектуры. Комнаты особняка расположены на одной оси, и когда открываются все двери, получается протяженный коридор по всей длине дома. Это решение визуально придает объем помещению. Узкая лестница ведет на второй этаж, где расположена одна большая комната. Вероятно, в свое время она служила мансардой. Огромный парк напротив особняка занимал площадь в более чем 5 гектаров. Здесь били многочисленные фонтаны и поражали своей красотой мраморные бассейны. Во всех источниках, в которых упоминается этот особняк, описываются пышные фруктовые сады и водоемы, богатые рыбой. В 1958 году киностудия Ленфильм именно здесь снимает художественный фильм «Отцы и дети», в котором полностью был восстановлен быт своего времени и живое дыхание этого дома. Бафрянова до сих пор живы мифы и легенды про сказочное богатство Лазаревых, и жители рассказывают невероятные истории про секреты этого особняка. Жители Фрянова из поколения в поколение передают историю о неких мифических золотых комнатах особняка, в которых хозяева перед революцией якобы спрятали все свои драгоценности и украшения. Про существование этих комнат в подвалах особняка знают практически все, но увидеть их до сих пор не удалось никому. Иван Оганес Лазаревич Лазарев – самый знаменитый из четырех сыновей Лазаря Назаревича. Родился он в Новой Джульфе в 1735 году. Потомственный дворянин, советник по делам Востока при Русском дворе, один из приближенных императрицы Екатерины II, барон Священной Римской империи, член Российского императорского банковского совета, генерал русской армии, советник Григория Потемкина по политическим вопросам, придворный переводчик и главный ювелир Екатерининского двора. Самым знаменитым все-таки из всех Лазарев был Иван Лазарев. И он был насколько близок к императрице Екатерине II, что он был в числе тех немногих, которые без доклада могли войти в покой императрицы. Это бывают только очень близкие и доверенные люди. Вот такой был человек. 1768 год. Императрица Екатерина Великая готовилась к очередной русско-турецкой войне. На совещании, созванном по этому поводу, присутствовал и Иван Лазарев. Советник главнокомандующего русской армии Григория Потемкина связывал большие надежды с этой войной. Он надеялся, что Армения наконец освободится от турецкого ига и всячески поддерживал эту кампанию. Иван Лазарев стоял у истока городов Григория Пол, Нахчеван-на-Дону и так далее, финансировал. Вы знаете, Григория Пол – это город, который на Днестре, сейчас в Молдавии. Когда была очередная русско-турецкая война, Россия перешла Бессарабию и так далее. И там оказалось много армянских беженцев. И вот Екатерина II разрешила создать город Григория Пол специально для армян. То есть как Нахчеван-на-Дону, как Григория Пол, ну и преимущественно армян населенные Кизляр, Моздок, Дербент, огромная колония Астрахани, Москва, Петербург. Иван Лазаревич после смерти отца, став полноправным собственником Фрянова, начинает заниматься не только расширением своего текстильного производства, но и благоустройством села. С этой целью первое, что он начал, это постройку православной церкви для местных жителей. Церковь была построена и освящена в 1797 году. Когда сам стал изучать историю отношения армян и русских, ну в связи с тем, что храмостроитель нашего храма армянин, вернее, семья армянская, род армянский, то, конечно, понял, что сами по себе эти люди исключительны, вот, наверное, не только для Москвы, для Фрянова, но и для всей истории России и Армении. Они очень много сделали для того, чтобы эти отношения были добрые, и они развивались. В 1855 году преподаватель Лазаревского института профессор Зиновьев написал книгу о Лазаревых. Потом она была в 60-каком-то году переиздана. К тому году Лазаревы, скажем, десятки церквей, богоделин, сиротских приютов не для армян, для общероссийских делали. То есть они были общероссийскими благотворителями. Что же касается Фряновской церкви святого Иоанна, примечательно то, что Лазарев начал работы по ее возведению еще раньше, чем начал строить свой дом. Настоятель храма, протеерей Михаил Герасимов, рассказывает, что несмотря на то, что с 1940 по 1989 год церковь служила мастерской по ремонту сельскохозяйственной техники, в ней почти ничего не изменилось со времен ее основания. Так, дверь у нас... Вот эта дверь осталась все времен Лазарева. Это полная дверь, которая сохранилась и, в общем-то, неплохо до сих пор сохранилась. Ну вот эти кресты, они как раз характерны для армянской церкви. Упадок текстильного производства Лазаревых начинается в 1812 году. Во время московского пожара, после наполеоновского вторжения, были сожжены все московские склады фряновской мануфактуры. В результате чего Лазарев потерпел убытков свыше, чем на полмиллиона рублей. Колоссальная по тем временам сумма. После этого на фабрике зреют недовольства рабочих, которым в это время государство начало давать небольшие привилегии и послабления. Рабочие периодически устраивают стачки и забастовки. Хотя для справедливости стоит заметить, что несмотря на тяжелые условия труда, в исторических документах сохранились упоминания о том, что Лазаревы относились к своим рабочим очень неплохо для своего времени. Помимо зарплаты, рабочим выплачивалось пособие для приобретения топлива на зиму, а старики и сироты получали пенсию. Вот это заколоченное помещение – былой свидетель расцвета лазаревской шелковой мануфактуры. Это здание имеет 300-летнюю историю. Сегодня оно заброшено, несмотря на то, что даже в советские времена здесь действовал огромный цех по обработке шерсти. Принявшие постоянный характер, стачки, простой и недовольство рабочих влияют на качество продукции и образуют долги для фабрики. Все это привлекает внимание Министерства внутренних дел, которое начинает судебную тяжбу. Брат Ивана Лазарева, Яким, который унаследовал состояние семьи, не смог справиться с запутанными делами мануфактуры и был вынужден выплатить штраф в 53 тысячи рублей, после чего продал фабрику. Впоследствии фабрика, переменившая множество собственников, так и не смогла встать на ноги, а в советскую эпоху была национализирована. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова